Телекафе. Телекафе. Канал со вкусом. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Добро пожаловать на рождественский выпуск нашей программы. Я собрал весь клан Перри на ферме, чтобы провести прекрасный праздник вместе. Прежде чем мы начнем готовить, познакомьтесь с моей семьей. Последние годы наша семья празднует Рождество на ферме компании в Порт-Макуэри. Эта ферма поставляет фрукты и овощи в мои рестораны. Это идеальное место, чтобы отдохнуть от города и расслабиться. В этом году здесь присутствует моя прекрасная жена и дочь Саманта и Жозефина, мой бизнес-партнер Триш Ричардс и управляющий фермы Лин Винтерс. Мой помощник Сара и наш старый друг и местный повар Джон Вандервейер. Собаки, живущие на ферме Келли и Бенджамин. Самый важный гость – моя мама, известная как Нанна. Она привезла свою собачку Рики. Итого на праздник собрались восемь голодных человек и три голодные собаки. После долгих дискуссий главным блюдом была выбрана индейка. Она будет украшением банкета в итальянском стиле из продуктов, собранных на ферме. Посмотрите, какая у нас чудесная индейка. Около 7 килограммов чистого веса. Сделаем простую начинку в итальянском стиле. Лук, травы, изюм придаст сладость. Сыр рикотта, обжаренный на сливочном масле, сделает индейку сочной и придаст неповторимый вкус кожицы. Берем нашу индейку и начинаем отделять кожицу отсюда. Я запускаю руку на грудку и начинаю поднимать кожу. Можно взять нож и чуть-чуть подрезать то, что мешает вашей руке двигаться дальше. Вот я как раз подрезаю. Итак, со стороны шеи индейки просовываем руку. Еще раз немного подрежем. И теперь я свободно добрался до грудки под кожей. Двигаясь таким образом, мы создаем карман, который наполним начинкой. Ну вот, замечательно. Видите, как это делается? Приятное ощущение. Как я сказал, двигаться надо аккуратно и медленно, отделяя кожу от мяса. И у нас получается замечательный карман для начинки. Отделим от ножек. Постарайтесь дотянуться как можно дальше, под кожей, во все стороны. Мы получили отличный карман для начинки. Возьмем немного и начинаем наполнять пространство между кожей и мясом. Понемногу. Выглядит неприятно, и так оно и есть, но забавно. Мы полностью начинили индейку под кожей, а не внутреннюю полость. Так приготовится гораздо быстрее, потому что тепло будет идти как снаружи, так и изнутри. Так готовить индейку гораздо лучше, потому что намного быстрее. Когда начинка заправлена, я положу соль внутрь, и нам остается только выложить на противень. Не беспокойтесь, индейка не прилипнет, потому что здесь скопится много масла. Теперь помассируем кожу оливковым маслом. Очень важно, чтобы оно было первичного отжима, тогда вы получите чудесный вкус. Осталось только приправить птицу. Кладем много соли снаружи. Она придаст вкус и текстуру кожи. И много перца. А теперь будем запекать ее в духовке при температуре 200 градусов около 30 минут. А потом убавим до 150 еще на час. К индейке Сара приготовила запеченные корнеплоды, салат из сладкого картофеля, украшенного тертым хреном. Сладкий картофель и морковь нарезали кусочками, разместили на противне, хорошо приправили, полили оливковым маслом. Свекла удостоилась той же участи. Все отправили в духовку на 50 минут. Потом их щедро полили красным винным уксусом и оливковым маслом. Чтобы подавать, надо выложить на тарелку и посыпать хреном. Эти овощи вкусные сами по себе. Но красный винный уксус, масло и хрен подчеркивают их вкус и придают блюду итальянский характер. Нет ничего проще и вкуснее, чем это. Зеленая фасоль, соленая вода. Она должна быть как морская. И вы варите 6-8 минут. Теперь миндаль, оливковое масло, лимонный сок и анчоусы с красным винным уксусом. Сначала займемся фасолью. Лимонный сок. Нужно, чтобы оливковое масло попало на всю фасоль и сделало ее очень аппетитной. Соль. Посмотрите, какой у фасоли насыщенный зеленый цвет, потому что мы ее правильно сварили. В ресторане вам подадут хрустящие бобы, но если вы попробуете эти, вы никогда не вернятесь к прежнему. Так, все перемешаем руками. Я хочу выложить фасоль аккуратной группой, чтобы стручки были одинаковой длины. Вот так. Очень простой способ придать блюду великолепный вид. А оливковое масло и лимонный сок нужны, чтобы украсить фасоль. И только. Берем чудесные испанские анчоусы, кладем их сюда. Добавим немного морской соли, потому что она соленая по-другому, чем анчоусы. А значит, мы не пересолим. Немного красного винного уксуса. А затем все перемешаем. Они начинают таять в уксусе. И в итоге вы получите анчоусовую пасту. Фасоль можно подавать с анчоусами или без. Вы можете растолочь ее в пасту. Можете перемолоть в блендере или с овощами. Все равно получится фантастически вкусно. У нас получается паста. Добавим оливковое масло. Перемешаем. Побольше свежемолотого перца. Сара, подай ложку. Спасибо. Спасибо. И выкладываем растолченные анчоусы прямо на фасоль. В центре нашей фасолевой лесен. Я добавлю еще оливкового масла и лимонный сок на фасоль. Фасоль выглядит шикарно. Если вы не хотите использовать оливковое масло, анчоусы с орехами на сливочном масле тоже будут великолепны. Но без этого получится скорее во французском стиле. Все очень просто. Фасоль, орехи, анчоусы. Очень простое блюдо. Еще одно вкусное, простое блюдо. Это моцарелла и салат из перца. Красный перец обжариваем на гриле, чтобы обжарить кожицу. Когда подкоптится, переложим в миску, которую покроем пленкой, примерно на полчаса. Это позволит легко удалить семена и легко очистить. Теперь мякоть очень просто нарезать кусочками, щедро приправить и перемешать с оливковым маслом и красным винным уксусом. Добавить листья базилика и выложить получившуюся массу. Традиционно моцареллу подают со спелыми помидорами, но у перца такая бархатная текстура, и он не уступает во вкусе. Блюдо в итальянском стиле. Позднее я закончу готовить индейку. Сделаем чудесный хлебный салат. И салат из помидоров с ветчиной. И вся семья поможет создавать заключительное блюдо нашего рождественского банкета. Свежая и быстрая. Нейл Перри Вот он момент истины. Вынимаем птицу. Хорошо пахнет. Хорошо выглядит. Великолепный цвет. Надрезаем ножки. Оставим их пока. Потому что просто чудесно делать с ними сэндвичи на следующий день. А сегодня хватит грудки, чтобы накормить всю семью. Разделываем птицу, вырежем грудку. Она чудесная. Замечательно пропеклась. Мы ее не передержали. Не переживайте за ножки. Их темное мясо тоже пропеклось. Ах, какая нежная, сочная. Сливочное масло и сыр расплавились, что сделало птицу еще вкуснее и мягче. Внутри тоже горячо. Отрезаем. И у нас получилось два прекрасных куска. Грудки индейки. Теперь мы пойдем. Полюбуйтесь. Какая красота. Остальной птицей мы займемся позже. Крылья и ножки. Из них получатся вкусные сэндвичи. Но сегодня у нас столько еды, что просто не до них. Сейчас продолжим работать с грудкой. Режем большими кусками. Семикилограммовой индейкой можно накормить достаточно народу. Даже в рождественский обед. Вот что я сделаю. Попробую. Вкусно. На тарелку. Каждый сможет взять себе кусочек. Отличная начинка. Изюм придал удивительный сладкий характер, который чудесно подходит индейке. Мне кажется, это похоже на клюквенный соус. Как видите, корочка выглядит потрясающей и хрустящей. Осталось только выложить сюда лимон. И каждый сможет сбрызнуть соком свой кусочек. Выглядит чудесно. И в завершении. Сара, подай ложку. Спасибо. Не забудьте, что на противне скопился сок с индейки, сливочного и оливкового масла и сыра. Его можно использовать как подливку для нашей птицы. Саус придаст чудесный вкус. Вот такой новый и простой подход мы использовали. Фаршируем под кожу, не пересушиваем, режем большими аппетитными кусками. и подаем блюдо на стол. В это время года изобилие спаржи. И один из моих любимых рецептов из спаржи допускает применение оливок и креветок. Это легкое летнее блюдо. Только добавим цитрусовых. Я использую кожуру лимона. Чтобы приготовить салат, спаржу нужно на минутку бросить в кипящую соленую воду, а потом остудить. Добавим большие зеленые оливки, соленые каперсы и кожуру лимона. Соль, перец, лимонный сок, оливковое масло для украшений и последние составляющие – креветки, приготовленные на барбекю. Очень по-летнему и свежо. Рождество не было бы Рождеством без украшений, и девушки занялись преображением комнат. Это гораздо сложнее, чем готовка, поэтому я держусь от этого подальше. Это новогоднее, но неважно, это же Рождество. Три ингредиента, которые ассоциируются с итальянской кухней. Помидоры, хлеб и ветчина. В Италии их используют в огромных количествах. Летом в Австралии помидоры в самом соку. Поэтому используйте их. Очень просто выложить ветчину на блюдо. Но помните, что сальса, этот чудесный соус, очень хорошо сочетается и с рыбой. Я обдал томаты кипятком, очистил от семечек, теперь измельчим в блендере. Это один из моих любимых предметов, потому что прекрасно работает и просто моется. Мне кажется, такое блендер и есть уже в каждом доме. Достаточно. Я получил чудесный красный сок. Выльем его в миску. Не страшно, что он такой жидкий, потому что сейчас мы добавим хлебные крошки. Как я говорил, я хочу сделать почти соус сальса. Добавим еще сока, вкусных и сочных томатов. Добавим уксус. Соль. Много морской соли. Теперь нам нужен перец и немного оливкового масла. Буквально две ложечки. Перемешаем. А теперь в мою сальсу я добавлю помидоры черри, которые тоже растут на нашей ферме. У них немного толстоватые кожицы, но они невероятно вкусные. и выложим соус сюда. Его можно есть и с ветчиной, и с чем еще захотите, потому что он подойдет к любому рождественскому блюду. Выкладываем середину. У нас получилось еще одно блюдо, навеянное итальянской кухней. Это красивое просчутто. Осталось только добавить немного петрушки. Нарежем совсем немного листьев петрушки. Только листья, а не весь стебель, как обычно, потому что она нужна нам исключительно для цвета. Вот так. Наслаждайтесь. У нас есть красный и зеленый на Рождество прекрасное украшение стола. Чем ближе время обеда, тем теснее на кухне. Все предлагают свою помощь. Это моя любимая часть рождественского дня. Вся семья в сборе, много суеты и веселья. Возьмем австралийского желтых хвоста и поджарим его на барбекю. Приготовим к нему маринад, в состав которого войдет чеснок, красный чили, цедра лимона, петрушка, душица, оливковое масло и специи. Измельчим все это в блендере. Позже выльем маринад на рыбу и оставим на полчаса. Чтобы создать праздничное настроение, я делаю коктейль с вишней и вином просекко. Ягоды посыпаются чайной ложкой сахара, добавляется немного граппы. Используя деревянный пестик, раздавим в вишни. Останется только добавить игристое итальянское вино. Это отличное начало любой вечеринки. Пора готовить нашу рыбу. За это взялся Джон Вандервейер. Он раньше работал в Сиднее. Он прекрасный повар, и я уверен, рыба будет чудесной. Свежие продукты, отличная помощь, чего еще можно хотеть. Где мой коктейль? Рыбе требуется всего две-три минуты с каждой стороны. Рыба получилась чудесной. Пора готовить креветки. Я принес тебе просекко. Спасибо. С вишенками. Счастливого Рождества. С Рождеством. Разве они тебе не нравятся? Очень хорошо с малиной, очень вкусно с персиками, с любыми свежими фруктами. И с креветками. А с креветками просто замечательно. Фантастика. Ты посмотри на их размер. Польем креветки оливковым маслом, немного приправим. Очень вкусно. В это время года все любят креветки. Даже если не любят Рождество. Да, они все любят Рождество. Они купили креветок на рыбном рынке. А теперь мы все это должны ставить на стол. Красиво, прекрасно, отличная работа. Я даже не знаю, как это все сочетается друг с другом, но мы будем наслаждаться прекрасным итальянским Рождеством. Именно этот момент мы ждали. И когда все блюда поданы, и все довольны собой, все веселятся, и все пробуют. Я люблю такие застолья. Можно выбирать, что нравится. Никто не чувствует себя виноватым, если съест лишнее. Заключительное блюдо на нашем празднике дивный летний пудинг. Берем только спелые местные ягоды, клубнику, малину, смородину. Возьмем глубокую чашку, сахарную пудру и добавляем воды. Поставим нам маленький огонь на пять минут. А потом остудим. Тем временем смажем дно миски сливочным маслом. Посыпаем сахарной пудрой, выложим белым хлебом без корочек. Квадратная и треугольная форма позволят закрыть всю поверхность. Выкладываем ягоды ложкой. Сок должен покрыть их. Очень важно, чтобы сок пропитал хлеб. Благодаря этому хлеб будет держать форму пудинга и придавать ему цвет. Теперь пудинг полностью покрыт хлебом. Накрываем его другой тарелкой. А теперь гнет. Ставим в холодильник на ночь. Потом пудинг надо будет перевернуть и украсить ложкой двойных сливок. Это классический десерт. Он дает много энергии, которая понадобится для игры в шары. Игра в шары – серьезное занятие. Отличный способ провести потрясающий рождественский день. Особенно, когда вы в победившей команде. Ведущий Нейл Перри, композитор Энди Сидари, оператор Грег Кунг, продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал». Всемирная сеть. Проблема. Продолжение следует...